Илья не знаю, что в потёмках, потёмке тычась, Вовек не вышла бы к свету темнота. И я урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерюсь с пятилеткой, Не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудной клеткой И с тем, что всякой косности коснеет? Напрасно в дни Великого Совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэту. Она опасна, если не пуста. Наверное, лучше всего за поэта говорят его стихи. И, конечно, сложно говорить кратко, когда поэт, о котором я хочу рассказать, Борис Пастернак, является действительно таким родственником. То есть я его, это же можно сказать, Что такой, на член моей семьи. И, наверное, лучше всего будет, Если мы говорим про человека творческого, То это в большой части, когда можно через его труды показать, Через плоды его трудов показать, собственно, всю жизнь этого человека. И, если коротко, Борис Пастернак родился в Москве в феврале 1890 года В семье творческой интеллигенции. Отец его был художником известным, Мать пианисткой, Преподавателем, профессором Петербургской консерватории. Первые свои стихи Борис Пастернак написал, Публиковал 23 года. И с этого времени начинается его непростой, Полдотворный, радостный, Но вместе с тем очень трагический путь. И трагизм его творческого пути заключался в том, Что он был поставлен в такие условия, Находился в таких условиях, Как и многие люди в то время творческого, Такого, творческих, Идеи творческих. Когда те вещи, о которых хотелось говорить больше всего, То самое важное, что хотелось выразить, Этого сделать было невозможно, Потому что не пропускало цензуры. Центральной такой темой для Пастернака Это была тема веры и Бога. И вот только в конце своей жизни, В 1955 году, Он дописывает роман, Главный роман в его жизни, Доктор Живаго, В котором он попытался, Вот он его писал 25 лет, И он попытался вместить туда все. Там есть и... Ну то есть сам текст, Он читается как поэтический текст. Там есть и стихи, Там есть все. Можно сказать, Он как и автобиографический, И в то же время, Это такое размышление и о Боге, И об истории страны, О всем, О всем самом важном для него. Вот. И просто сейчас не имея возможности Вот как-то рассказывать, Я просто много всего хотел рассказать, честно, Поэтому так немножко спутанно. Я бы хотел Несколько таких эпизодов Иллюстрировать, Которые показывают Ну вот какой-то... Вообще, что за человек был по сторонам, Что... Какая... Какие качества в нем были. Вот. Многие, наверное, знают, Что был такой эпизод заступничества За Осипа Мандельштама. Когда Осипа Мандельштама Арестовали за... Ну то, что он читал, Он написал стихотворение про Сталина. Мы живем под собой, И не чуя страны. И... Ну это повлекло за собой Такие последствия. И Пастернак слышал эти стихи, Когда ему Мандельштам сам читал. И он был в ужасе. То есть он был действительно... Он понимал, что, во-первых, Все, кому он это читает, Они находятся в опасности. Ну и, соответственно, И сам он тоже был в такой опасности. И вот в ночь с 13 на 14 мая В 1934 году Был арестован Осип Мандельштама. Пастернак обратился К заступничеству Бухарина, Который упомянул об этом В своем письме Сталину. О Мандельштаме пишу еще и потому, Что Борис Пастернак В полном умопомрачении От ареста Мандельштама. И никто ничего не знает. На письме Бухарина Сталин записал, Кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразие. Сталин позвонил Пастернаку По телефону. Разговор был дословно передан Ане Ахматовой и Надежде Мандельштам И имя записано. Сталин сообщил Пастернаку, Что дело Мандельштама пересматривается И с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, Почему Пастернак не обратился В писательские организации Или ко мне И не хлопотал в Мандельштаме. Ответ Пастернака. Писательские организации Этим не занимаются с 27-го года. А если бы я не хлопотал, Вы бы, вероятно, ничего бы и не узнали. Сталин прервал его вопросом. Но ведь он же мастер. Мастер? Пастернак ответил. Это дело же не в этом. А в чем же? Спросил Сталин. Пастернак сказал, Что хотел бы с ним встретиться и поговорить. О чем? О жизни и смерти. Ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак впоследствии вспоминал, Что только этот разговор состоялся, Он бы не хотел менять ни одного слова. То есть все, что он говорил, В тот момент, когда это происходило, Это действительно было... Ну то есть сейчас это может быть сложно С чем-то сравнить, Но вот более близкого такого ситуации, Его краха, Вот, наверное, сложно себе представить в то время. То есть и заступничество Пастернака, Оно отсрочило на какое-то время гибель Мадельштама, Но впоследствии он был сослан. И вот что удивительно, Что сам Пастернак всегда находил Какую-то возможность помогать, Будучи, когда он был областен. Были моменты, когда он был очень приближен, Его называли лучшим поэтом страны. В 30-е годы его называли первый поэт страны. Чуть позже он находился в Апале, Потом он был совсем врагом народа, называли. И в тот момент, когда он мог помогать, Он помогал всеми силами, То есть он помогал всеми теми средствами, Которые у него были. Рискую при этом всем, что у него было. И... Так, не запрощать. Вот. Еще вот один эпизод, и все. И заканчиваем, потому что Очень мало времени, конечно. Я дал несколько стихотворений Представителю литературной газеты. Тот выбрал рассвет. Это ведь Сталину посвящено, не правда ли? Какому Сталину? Это стихотворение посвящено Богу. Богу. Звонит снова. Извините, мы ничего напечатать не можем. Это из воспоминаний записи Разговора с Парламом Шаламом. Сейчас я прочитаю рассвет. Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, И долго-долго о тебе Ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я Твой завет И как от обморока ожил. Мне к людям хочется в толпу, В их утреннее оживление. Я все готов раздеть щепу И всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, Как будто выхожу впервые На эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Везде встают огни. Везде встают огни, уют, Пьют чай, торопятся к трамваям. В течение нескольких минут Вид города не узнаваем. В воротах вьюга вяжет сеть Из густо падающих хлопьев. И чтобы вовремя поспеть, Тем часа, не доев, не допив, Я чувствую за них, за всех, Как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег. Я сам, как утро, брови хмурю. Со мной люди без имен, Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден. И только в том моя победа. После публикации романа, На Западе, ему присуждают Нобелевскую премию в 58-м году. И это период фактически Такой развернутой кампании Против Пастернака, Где его там выгоняют Союзы писателей, Его осуждают, Его называют врагом народа. И вот сам Пастернак На этом судилище не находился, Но он написал ответ. И он был вынужден отказаться От Нобелевской премии. Он пишет ответ писателям. Я думал, что радость моя По поводу присуждения мне Нобелевской премии Не останется одинокой. Что она коснется общества, Часть которого я составляю. Мне кажется, что честь, Оказанная не только мне, А литературе, Которой я принадлежу. Кое-что для нее, Положа руку на сердце, Я сделал. Как невелики мои размолки С временем, Я не предполагал, Что в такую минуту Их будут решать топором. Что же, Если вам кажется это справедливым, Я готов все перенести и принять. Но мне не хотелось бы, Чтобы эту готовность Представляли себе вызовом и дерзостью. Наоборот, Это долг смирения. Я верю в присутствие высших сил На земле и в жизни. И быть заносчивым и самонадеянным Запрещает мне небо. Я пропал, как зверь в загоне, Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, Еле сваленое бревно, Путь отрезан отовсюду, Будь что будет, Все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца, я злодей, Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, Верю я, придет пора, Силу подлости и злобы Одолеет дух добра. И в самом заключении, Я хотел бы прочитать слова Отца Александра Шмемана, Это прямо по себе немножко. Поминальное слово Борисе Пастернаке. Умер Пастернак. И как далеко не находились бы мы От места его погребения, Мы все сейчас духовно, Мысленно предстоим его гробу, С молитвой и любовью, С печальной и вместе благодарной Мыслью о нем самом, Об его жизни и служении. Умер поэт, То есть человек, Имевший один из величайших даров, Отпускаемых человеку, Дар слова, Дар воплощения красоты и правды. Поэт, поведавший о торжествующей Чистоте существования, О тайном и высоком смысле жизни, О человеке, О его духовной и творческой судьбе. Умер русский человек, Который любил родину беззаветной, Но зрячей любовью, И нам помогший по-новому Увидеть и по-новому полюбить ее. Россия Пушкина и Толстого, Достоевского и Блока, Будет отныне и навсегда И России Пастернака. Еврей, он принадлежал к народу, Издревле рождавшему в мир пророков, Страдальцев и безумцев, Несогласных примириться ни на чем, Кроме последней правды. И он остался верен Этой глубочайшей сущности Своего призвания, И всей жизнью выполнил его. Умер христианин, Не побоявшийся исповедовать имя Христа, В дни отступления от него, И сказавший просто и твердо, Перед лицом всего мира, Что нужно быть верным Христу. И, наконец, умер большой человек, Большой тем, Что нашел в себе видения и слова, Нужные всем людям, Близкие всем людям, Сказанные всем и за всех. Я чувствую за них, за всех, Сказал он, И ими всеми побежден. Я ими всеми побежден. И только в том моя победа. Кто может, пусть помолится О его святой светлой душе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ